добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о поиске мудрости мудрость как ни странно и как не может показаться вам глупо но мудрость начинается со смирением и все достаточно просто до тех пор пока мы с вами не признаем что мы не обладаем мудрости мы не сможем даже пытаться претендовать на ее обретение для того чтобы что-то получить нам просто во-первых самим себе нужно признаться в том что у нас этого нет а во-вторых не бояться показать это другим людям когда это касается денег или когда это касается допустим работы или там еще каких-то материальных вещей мы не стесняемся но как только речь заходит о мудрости или знаниях мы становимся очень щепетильными в этом вопросе потому что никто из ныне живущих людей совершенно не хочет выглядеть человеком глупым но знаете в чем фишка человек который что-то не знает он не обязательно является глупым например на сегодняшний день мы с вами не в курсе какие процессы происходят на луне это не означает что мы глупы это говорит о том что во-первых мы не знаем а во-вторых у нас пока нет достаточных средств для того чтобы обладать этими знаниями это касается духовной сферы душевной сферы и так далее мы не знаем что происходит сердце человека и у нас нет и мне кажется никогда не будет инструментов которые бы позволили точно знать о чем думают люди что они чувствуют и переживают это касается наших детей наших жен это касается всего окружения и всего нашего общения поэтому признаться что ты чего-то не знаешь это нормально вторая очень важная составляющая не знать почему происходят те или иные процессы это тоже нормально потому что мы не можем знать причин очень часто мы видим как люди предпринимают те или иные шаги принимают определенные решения мы не знаем почему они это делают мы можем предполагать и особо высокомерные особо крутые ребята особенно в церкви это заметно люди которые знают все обо всем лучше всех они могут сидеть и часами объяснять другим почему тот или иной человек поступил таким или иным образом но на самом деле они так же как и вы этого не знают хотите ли вы знать хотите ли вы на самом деле знать что происходит какие процессы происходят в обществе что движет людьми я уверен что это вполне возможно знать вполне возможно знать ответ на вопрос почему но для этого нам необходим бог который будет показывать нам эти вещи но чтобы он показал нам чтобы он объяснил что-то наживал нам необходимо признаться себе ему и людям что на самом деле мы не обладаем незнанием не мудростью я называю это смирением когда вы смиритесь с тем что вы человек обычный бог просто начнет наполнять вашу жизнь признаков ... Продолжение следует...